Всем привет! У меня остался еще один ролик, который YouTube удалил в начале октября 2019 года. Естественно, по жалобе Слободяна. Публикации предшествовал предыдущий ролик, выложенный мной в общее пользование 23 сентября 2019 года, об обмане Слободяна, про его высшие образования. Я его восстановил 8 ноября уже 2020 года, а за 10 суток до этого, то есть 13 сентября 2019 года, мне позвонил Слободян, угрожая и шантажируя. Но, помнив, что меня так просто не напугаешь, он согласился с моими требованиями показать по скайпу некоторые внутренности барабана, демонстрируя его работоспособность. Но стал настаивать, что сразу сделать это не может, а только через 2 недели. Я с этим не был согласен и предупредил, что пока он тянет с показом, я оставляю за собой право публикации дальнейших разоблачительных роликов, поэтому через 10 суток, как обещал, опубликовал ролик про его фейковым дипломом. Конечно, Андрей пришел в ярость, требуя удаления и снова угрожая, хотя про суды уже не заикался. Понятное дело, доказательств наличия дипломов у него нет, а закупленный фейковый диплом доктора наук вообще статья светит, правда, в Украине. Я же ему напомнил, что буду и дальше публиковать разоблачение, пока не предъявит доказательства. И так как обещанный срок показа 26 сентября закончился, то уже 29 сентября я опубликовал этот ролик с демонстрацией фотографии этапа сборки, пресловутых внутренностей барабана. Конечно, Слободян в сговоре с Тирхой в истерике накидали мне страйков на несколько моих скандальных видео, отчего некоторое время мой канал был даже заблокирован. Но почти от всех страйков я отбился, эти же мошенники постарались снова меня заблокировать. Но, как видите, мой канал существует и все ролики опубликованы. Кроме этого, и то из-за того, что просто было не до него. Некоторые, так скажем, с не очень острым умом, меня спрашивают утверждающие. Разве может человек так нагло врать, раз что-то показывает, и это работает, значит, там есть реальное зерно. Вон сколько установок на дел, сколько вокруг него умных людей тусуются, все снимают, впитывают, бабки рекой плывут, говорят. Как можно так нагло врать? Как можно? Да очень просто. Должны сойтись такие критерии, как полное отсутствие совести, жажда наживы, отклонение в психике по поводу личных амбиций и бесконечная безбашенность. Люди склонны верить до последнего, особенно когда в голове совсем пусто и свое осуждение не имеется. Так вот, как пример синдрома лохотрона, обязательно посмотрите почти документальный экранизированный фильм про аналогично безбашенного афериста Семена Гэндлина, так называемого Остапа Бендера 60-х, который смог в глобальном совке надурить научный мир тех времен, обвел вокруг пальца лучшие спецслужбы, став псевдогением. Все так же, как и Слободян, нарисовал себе кучу дипломов о высшем образовании и также сотворил себе диплом доктора наук. Обязательно посмотрите фильм, там есть психология истины про подобных мошенников, а сейчас удаленный ролик про аферы Слободяна с раскрытием внутренности его шарманки. Здравия всем присутствующим! В этом выпуске мною заготовлен осиновый кол для упыря, который заразил миллионы тонн мозговой биомассы. И для тех, кто намеренно раскрутил этот мировой фейк ради собственной выгоды, метастазы этой заразы проникли уже во все уголки земного шара. Вам сказали странные ребята, что в этой прозрачной конструкции некая свободная энергия, и ее бесконечно много. Отчего уже несколько лет оголтелые и голодные до халявы хомоподобные все ищут слободяновские секреты. А я уже полгода их вам открываю. Но так как зараженных зомбиков чрезвычайно много, то процесс лечения проходит очень медленно. Осознание реальности после сильнейшей дозы весьма болезненной и сопровождается мучительной ломкой. Я вам полностью раскрыл секрет фейкового 1-киловаттного генератора. И на фактах показал, с какими аферистами вы имеете дело. Но многие зомби не хотят покидать свои загоны для биомассы. Им сладка ложь. 13 сентября в пятницу мне позвонил Слободян. Как обычно, начался угроз и шантажа, что меня засудит. Но мне его нытье быстро надоело, и я сразу выдвинул ультиматум. Или он показывает мне по скайпу внутренности барабана, пресловутого аквариума, включив под нагрузкой. И я тогда удаляю все свои ролики по его теме, извинившись. Или я сам покажу эти внутренности. Он стал пенять на занятость, но обещал показать все после 26 сентября. Даже приглашал в Корею, мол, все оплатит. Я же оставил себе право публиковать ролики по его обманам, как и раньше, до тех пор, пока не найдет время на меня. Хотя что ему мешало показать все на следующий день и прервать эту фатальную трагедию? Конечно, все сроки вышли. Показа никакого не было. Все это время лились только какие-то сопли по его тяжелой доле. Естественно, я это проигнорил. И выпустил ролик по его фейковым дипломам. И хоть он в истерике бьется до сих пор, но почему-то засудить меня уже не грозится. Выходит, согласен, профессор стрёмных наук. Тут уже не адвокаты, а прокурор светит. Так что я уже 26 сентября готов был выпустить этот сюжет. Но интрига в слободяновском окружении уже накапливалась до фиолетового свечения. И, конечно, было интересно, как там пауки в банке будут сжирать друг друга. О ком это я? Так дело в том, что о реальности фейка знали несколько человек, которые работали у Андрея. И они молчат до сих пор. Хотя давно уже у него не работают. Так как все еще надеются получить зарплату, которую он им задолжал. И все обещал выплатить. Но уже хватит тянуть кота за хвост. И пора все расставить на свои места. И как бы вам не терпелось, но очень рекомендую поставить на паузу этот ролик. И посмотреть один очень интересный фильм про синдром Гендлина. Сам фильм называется «Эффект Гендлина». Это полудокументальный фильм о поучительном случае, произошедшем полвека назад на территории Совка. Вы обязательно обнаружите дико знакомый сюжет. Ссылка в описании. Ну что, посмотрели? Тогда начнем с таблетки для памяти. Потому что люди, большая часть, это просто барашки, овцы. Им все сойдет. Чтобы повторить крутилку Слободяна, нужно иметь всем пятей во лбу. Насколько это человек образованный. Не зря у него три высших образования. Умнейший человек. Слободян действительно, он переплюнул всех. Смертельная пари. То ты себе публично голову отрежешь или нет? Я бы хотел с тобой встретиться и заключить пари. То есть доказывается, что это лохотрон, это обман. То я себе беру нож и... А если наоборот, то ты. И это касается всех мразей, которые там пишут. Я готов с каждым встретиться и заключить такой пари. Просто это мразь. И ему подобные. Я сделал справедливое предложение всем тем мразям. Давайте, заключайте со мной пари. Вы же уверены, что это фейк? А я уверен, что нет. Так как? Договорились? Если я не видел, что это фейк. Я сказал то, что я видел. Я вижу, что это работает. Я сказал, что это работает. Я должен был сказать, что это фейк. Вопреки всему своему... Тому, что я видел. Тому, что я разбирался на каком-то своем уровне. Я должен был сказать, что это фейк. Хочу извиниться перед своими подписчиками. Хочу, так сказать, раскаяться. Искренне приношу свои извинения всем своим подписчикам. Каюсь, реально. Раскаяние Андрея Тиртхи. Извините. Бля, читаю комменты. Мы говорим, реально люди больные на всю голову, их до хера, блядь. Это мне просто убивает, что тупорыл их до фигища. За это есть криминальная статья, называется клевета. За это есть криминальная ответственность. Обвинять человека в том, что он не делал, называется клевета. Вот, подтверждаю, на тысячу процентов, хотите на миллион, это все рабочее, вечный вечер, существует. И всем физикам, которые считают, что это не работает, что это не может быть, понимаете, да? Закон сохранения энергии, Эйнштейн, как говорится, и все, ЕМЦ РМА-квадрат, понятно, да? Ну, чтобы не выражаться. Так что пошли вы все подальше. И вот это чудо, как говорится, цель любого соискателя БТГ свободной энергии достигнута. Вот и есть самый настоящий вечный двигатель. Эти чувства я серьезно передать не могу. Я просто когда зашел, я обомлел. Если можете, как можно быстрее, снимите видео, снимите опровержение на вот этот магнитный БТГ-генератор. И прежде чем окончательно забить осиновый кол, посмотрим на этот фейковый канал, где все абсолютно фейковое. Я вам уже тут многое, что рассказал и показал. Вот как этот бурбулятор, который на самом деле не рабочий. Вот этот киловаттник, который на самом деле не рабочий. Ну и пришло время аквариума. Здесь тоже вы все видите абсолютно неживое. Тут нет ничего реального, как я вам уже рассказывал. Прежде чем продолжать, еще вам кое-что покажу, чтобы немножко набить глаз. Вот это вот аккумуляторы. Они больше предназначены для электромобиля. Это необычные аккумуляторы, это литий-титановые. Вот у них 2,35 номинала. Ну вот эти 15 на 20 ампер варианты. Это, естественно, мощнее. Внимательно на это посмотреть. И какие габариты и массы. Вот при 15 ампер часах столько-то, при 20 столько-то. Другой вид аккумуляторов, это полимерные. Вот уже обращайте внимание, как они устроены. У них 3,2 вольта номинал. Но тоже очень хорошими параметрами обладают. Вот примерно у этих такой размер, к примеру. Тоже титановые. Ну вот, например, 6 штук. 2,4 на 12 ампер часов. Опять же, это нам не важно. Вот интересно тоже. Вот как вот размер, вес. Правда, тут что-то слишком завышено. На самом деле, в раз 10, да, лучше литий-ионных. Ну, по крайней мере, не 100 тысяч раз. Характеристики сногсшибательные. А теперь посмотрим еще раз на эту шаробайку. Или этот аквариум. Вы смотрите на него сейчас внимательно. Потому что после моего показа, вы уже на это все будете смотреть совершенно по-другому. Вот мотор на месте. Барабанчик на месте. Система управления на месте. Идем дальше. Там были корейцы. Здесь вот немец. Все то же самое. Чего это все не показывать? Если я сказал, что тебе вечный двигатель. И показывай. Он же вечный. Тут еще делегация. А тут наш гений что-то себе варганит. Но это все нам не важно. В данный момент. Вот движок. Вот барабан. А вот нагрузка. И смотрим дальше. Вот. Без свидетелей. Все четко. Барабанчик. 250 магнитов. 25 линеек. Прижимной ролик. Шкив. Инвертор. Все шикарно и красиво. А вот это. Новейшие аккумуляторы. Видите, какой они вид имеют. Плоские. С запасом. Два вывода мощных. Вот еще один вариант. От 10 до 60 Ач. Вот это вот показано. Уже литий-ионные на ТИ-6. Но тоже. Видите, какие толстенькие. То есть, это не 4 миллиметра. А 8 миллиметров. И где-то так. Тут где-то 300. А где-то здесь, наверное, 150. Примерно. Миллиметров. Вот. Пачки лежат. И тоже. Видите, характерны у них. Такие мешочки. А вот это. Те магниты, которые встроены были в этот аквариум. Сейчас вы видите уникальнейшие кадры, которые почти никто не видел. Вот эти магниты. А вот это материал, из которого изготовлена вся конструкция. Вот он, другой вид. И еще один вид. А теперь пошли по главному. Вот этап сборки. Этого никто никогда не видел. Кроме тех, которые это собирали. Вы видите, это впервые. Вот только еще собирается конструкция. Уже движок установлен. Но барабана еще нет. Вот здесь какой-то странный ящичек стоит. Написано Samsung. И по аббиратуре можете пробить. Что здесь такое обозначено. Ну, естественно, емкости еще не совсем доделанные, допаянные. Инвертор тоже еще не собраны толком. Вот крышечка от него. Там вдалеке какие-то конструкции, инструменты лежат. Вот это вот непонятная коробочка с виду. В общем, как-то мутновато все. И не совсем еще понятно. Ладно, давайте дальше. А теперь вид сверху. Те же емкости. Тот же инвертор. Какие-то проводочки. Все это сейчас монтаж какой-то проводится. А в коробочке лежит аккумулятор. Кто скажет, что это не аккумулятор? Я вам только что показывал. Движок на месте. Даже прижимной ролик на месте. А вот это у нас что? Барабанчик какой-то. Это у нас крышечка к этой конструкции, которая у нас виднеется чуть-чуть. И которая полусобрана. Видно, что она почти собрана, но еще не совсем. И тут оказывается изнутри фольга заклеена. Вот для оси. И вот где у нас выходят проводочки. Как вы помните. И смотрим дальше. Вот это что-то напоминает. Не правда ли? А вот второй экземпляр точно такой же. И что это? Наверное, зарядное устройство. Как вы думаете? В ящичке лежит один и второй. Два зарядных устройства. Ну и всякий инструмент. Там домашние тапочки. То есть уже довольно-таки интересный оборот. Но мы идем дальше. Так, ну это. Сами думайте, что хотите. И тут. Кого мы видим? Наш гегемон. Он гений. Устал от работы бедный. Ну, про этого товарища я как-нибудь, наверное, в другой раз расскажу. Тоже интересный товарищ. Который тоже уже здесь не работает. Как и многие, кто был в те времена. Это вам знакомая вещь? А смотрите, какая тут оська. Как вы думаете? 10 киловатт выдержит? А5. А3. А1. Учитывая размеры барабанщика. Так, тут у нас ничего особо интересного. Тут тоже. Тут гегемон сидит, что-то шурупит. Недоделанный диск. Как раз его заклеивает. Но это обратная сторона, потому что дырки нет. И шкивы всякие. Родные. Но, что мы видим тут? Стоит какой-то тестер. На нем какие-то циферки. То ли 2,3 вольта. То ли 23. То ли 234. Ну, отсюда особо не видать. Да и не важно. Факт то, что это очень сильно напоминает литий-титановые аккумуляторы. То есть, типа зарядки. Или 2,3 или 23 вольта. Но, все может быть. Факт то, что мы видим здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штучек аккумуляторов. Про те, которые мы говорили. То ли литий-ионные. То ли полимерные. То ли титановые. Не имеет особого значения. И зарядное устройство, которое подключено к этим аккумуляторам. А тут если присмотреться, кончик виден еще. Пачки с другой стороны. То есть, тут где-то десяток аккумуляторов лежит и заряжается. Если это титановые, то 23 вольта значит. 10 штук. Ну, предположение. Особого значения не имеет. Факт то, что мы видим. В процессе сборки идет процесс зарядки. Явный. Но, все равно, тут еще какие-то вопросы могут оставаться. Ладно. И теперь мы опять видим нашего друга только спиной. Это еще один помощник кореец. Который тоже уже у него не работает давно. И тоже очень обижен. Что ему наобещали многое чего. Но так ничего и не выполнено. Это тот кореец, который создавал сайт всех этих фуфловых устройств. Нет, он не 3D дизайнер. 3D дизайнер живет в Анафранковске. А он создавал сайт. И вот как соучастник помогает что-то тут делать. Вот тут движок еще не стоит. Тут еще инвертор не вмонтирован. То есть, голая коробка. Но, мы видим опять зарядки там. Опять наш аккумулятор. Так и лежит все. А тут шестеренка. Которая будет потом собираться. Вместе с этими готовыми собранными линейками. То есть, магнитики уже вставлены. Но линейки какие-то странные. Как вы считаете? Ну, тут панель управления. Тут мы это все видим дальше. И... Опять мы видим кучи аккумуляторов. Довольно большой емкости. То есть, где-то по 40-50 Ач. Или полимерные. Или титановые. Или ионные. Я же говорю, особого значения не имеет. Они примерно по емкости одинаковые. Другое дело, различается по параметрам. Но, это уже другая тема. Тут целая пачка. Тут целая пачка. То есть, как минимум десяток только здесь мы видим. Не говоря, что уже где-то там дальше. В общем, насколько мне известно, здесь было использовано более 60, где-то под 70 аккумуляторов вот таких вот. Вот и считайте. Если у них вес где-то по полкило 60, это килограмм 30. Ну, плюс там какая-то, наверное, еще промежуточная часть крепежная. Там провода, все остальное. То есть, помните, там речь шла о барабане, сколько он весит. Ладно, смотрим дальше. Так, вот видите, там в уголку, вот здесь вот стоит целый ящик. С катушками, трифелярами. А может, бифелярами. А может, еще с какими-нибудь фелярами. Целый ящик стоит. Видите, вот коленка, а за ней стоит ящик. Так, внимательно и смотрите. Глаза разуйте, протрите. Можете 100 грамм принять для храбрости. Видите, стоит. Нет, не видите. Я тоже не вижу. Но так хочется, чтобы здесь стоял ящик с катушками. Но нигде ни проводочков, ни катушек, ничего. Но присутствуют огромные аккумуляторы. Которые можно спрятать только в барабан. Который будет скоро собираться. И едем дальше. Теперь вы все поняли. И теперь оцениваем уже с другой точки зрения. Вот у нас эта шестереночка тут. Вот у нас тут диск. Зафольгированный. Снутри. Поэтому те ребятки, которые пытались там что-то увидеть сквозь. Когда светило солнышко. Они сильно ошиблись. Просто это огур стекло. Оно бликует на солнце. К тому же вот сам каркас. И получалось якобы они там что-то видели. На самом деле вы ничего не могли видеть. Там фольга с той стороны. И вот эти вот хлипкие панельки с магнитами. Вот эта хлипкая крышечка. Такая же шестереночка. И вот только я могу сказать, что там изнутри заклеен пенопласт. Вот вам другой вид. Вот я вам про эту дырочку говорил. Вот на ней оська, которую вы видели тоненькая. Тут якобы все толстое. Видите как тут мощно сделано. На самом деле этого нет. И вот вам опять товарищ Гикимон. Вам все теперь понятно? Надеюсь. Не надо по-другому объяснять. Как это все работает. То есть где-то минимум 2,5-3 киловатта запаса имелось этих аккумуляторов. Если посчитать 60-70 штук. По 40-50 ампер часов. Ну там или 2,3 вольта или 3,6 вольта. Это уже не особо важно. Факт остается фактом. Самый главный мошенник. Как вы видите. Надеюсь, у вас не осталось никаких сомнений про гениальность этого мирового мошенника и его пресловутые секреты, заключающиеся в бессовестном обмане. А для вас будет готовиться остросюжетный детективный сериал минимум на 12 частей, в который главную роль отведем персонажу-словоблуду Аверисту Врушевичу. Пока для оригинала готовят тюремную камеру. Всем доброго здравия и веселого настроения. Продолжение следует...